Приветствую тебя мужчина, на связи Владимир Шамшурин и в этом видео я решил с тобой поговорить в двух словах о везении, то есть это такое актуальное понятие Значит история следующая, сейчас очень активно развивается инстаграм, всякие другие соцсети и в инстаграме можно видеть всякие фотографии глянцевой, гламурной, блестящей жизни некоторых людей То есть там какие-то дорогие машины, красивых женщин, яхты, самолеты, куча денег, бла-бла-бла и так далее, там подобное То есть и на самом деле такая болезненная штука, потому что основная масса людей все-таки живет какой-то обычной жизнью в этой стране, довольно-таки примитивной и однообразной, ну к сожалению И соответственно, когда ты смотришь вот эту всю глянцевую, красивую, гламурную, богатую, псевдо-богатую или псевдо-гламурную, не всегда это так, жизнь, то ты испытываешь какую-то боль И начинаешь говорить, что вот там кому-то повезло, например Но, как написано в книжке у Тарасова, книга для героев, Владимир Тарасов, то есть это одна из моих любимых книг Там есть такие слова, смысл всякой деятельности находится за ее пределами Мужчина, прежде чем мы продолжим, буквально секунду твоего внимания, у меня для тебя очень крутая новость Если ты еще не в курсе, то 10-11 марта произойдет грандиозное событие Это то, чего многие парни и мужчины, которые смотрят мой канал, очень долго ждали, очень долго просили То есть, что это? Это тренинг, посвященный полностью свиданиям То есть это будет два дня, будет это проходить в живом формате Мы будем снимать это на видео и, соответственно, транслировать онлайн Поэтому в любом месте, где бы ты ни находился, даже в Мексике, не знаю, недавно был один чувак из Мексики Ты можешь посмотреть этот тренинг, сделать задание и уже в первый же день, вечером после тренинга Пойти попробовать все на практике и получить стопроцентный офигенный результат То есть понять, что теперь твои свидания будут точно результативными Просто в слово «результативность» каждый вкладывает в свое понятие Так вот, значит, как эта штука будет проходить? Два дня, 10-11 марта Три формата участия, это онлайн, это живой и это вип-формат Я приглашу живую красивую девушку Вернее, их даже будет несколько То есть для себя и для тех парней, которые будут участвовать в живом формате То есть они будут сидеть рядом с девушками, пробовать, трогать, прикасаться Как-то с ними взаимодействовать, непосредственно сразу внедрять то, что они получили какие-то навыки А я буду проводить прям в прямом эфире два дня по 6 часов свидания с девушкой И буду объяснять тебе каждую-каждую прям какую-то мельчайшую штуку, которую я делаю Любое свое слово, любую фразу, любое прикосновение Мы будем спрашивать у девушки обратную связь То есть как она себя чувствует, что она в этот момент думает и так далее То есть это будет очень крутая штука Очень полезная И на самом деле Ну что сказать Весь свой почти уже 11-летний опыт, который у меня есть Я засунул эти два дня для того, чтобы ты максимально прокачался по поводу свиданий Многие просто смотрят канал, приходят на тренинги Кто-то не приходит на тренинги Говорят, мы сами можем теперь, глядя на твои видосы, познакомиться То есть ты понимаешь, что просто смотря видео и повторяя то, что я там делаю Ты получаешь результат Согласен? Согласен А теперь представь, что будет, если ты придешь на тренинг по свиданиям И, соответственно, общение с женщинами, оно начинается только со знакомства Даже со свидания только начинается Что будет дальше в твоей жизни Как тебя понесет, в хорошем смысле слова Поэтому я тебя жду 10-11 марта Для того, чтобы попасть, кликай на ссылку под этим видео Стоимость растет каждый день То есть цена будет увеличиваться по мере приближения к тренингу И прокачаем твои свидания до уровня Бог Увидимся на тренинге То есть ты не знаешь, почему этот человек находится в таком положении Как он купил себе этот дорогой автомобиль или что-то, дом и так далее Чего это ему стоило? Может, он продал почку Может быть, он 10 лет во всем себе отказывал Может, вообще это не его машина Он просто сфотографировался в автосалоне И, не знаю, вышел и забыл про это А ты уже нарисовал себе какую-то картинку, что кому-то повезло Почему я решил поговорить с тобой о везении? Потому что, ну, собственно, на съемку этого видео Меня вдохновили два человека Я шел по торговому центру И услышал случайный разговор двух парней Возможно, они работают там в каком-то офисе неподалеку Или работники этого торгового центра И один другого спросил Слушай, а ты на Новый год не работаешь? Он говорит, нет, я работаю прямо на Новый год То есть там или первого числа, или что-то И этот ему говорит, да уж, конечно, повезло тебе Он говорит, да, не повезло Вот, и я подумал, что, ну, что значит повезло, не повезло То есть что такое вообще везение? С чего это складывается, в своем понимании? Во-первых, это складывается, то есть первое Это собственный выбор человека Собственный жизненный выбор Никто не заставлял этого парня устраиваться в тот офис С таким графиком То есть это его жизнь Если что-то не нравится То есть во всяком случае, ну, не вот так Но хотя бы сделай попытки И нужное количество попыток, чтобы что-то поменять Не нравится работать на Новый год Не знаю, иди уволься, иди устройся на другую работу И так далее То есть это исключительно последствия собственного выбора Есть, например, такие примеры То есть как бы выбор какого-то пути даже жизненного Например, у меня был такой друг С которым я давным-давно перестал общаться С Сашем С моей малоисторической родины И когда все пошли учиться Все пошли работать после школы Он такой был любитель шансончика Любитель блатной романтики И он занимался какой-то херней Что они там собирали наркотики, деньги и прочую хрень И перебрасывали туда вот на зону Я спрашивал, зачем ты это делаешь Говорит, чтобы меня уважали Там какие-то босики, я не знаю То есть мне лично непонятно Зачем мне, например, уважение каких-то гопников Которые сидят в тюрьме в этот момент Но не суть То есть он выбрал для себя такой путь Через несколько лет его посадили Насколько я знаю, что его уже за это время Пока я его не видел, успели выпустить Посадить еще раз И можно сказать вроде бы, что не повезло Пацану посадили Но если как бы покопаться в сути И понять, что он сам когда-то выбрал для себя Этот путь, который неизбежно должен был закончиться Чем-то подобным То все вполне закономерно Или, например, если взять какого-то бизнесмена Предпринимателя Он выбрал для себя быть предпринимателем Он выбрал для себя быть богатым, успешным Работать на себя Придумывать какие-то бизнесы Ему интересен сам процесс предприимчивости То есть создание чего-то Чего-то нового Если у него даже что-то не получилось Один раз, там, или сто раз, или десять раз Он все равно берет и делает снова, и снова, и снова Пока вот не добьется своего Это тоже, собственно, его выборы Когда-нибудь он заработает себе Большие деньги, там, или Реализуется полностью То есть, ну, смотря, что для тебя счастье и везение И можно будет сказать, что да, ему повезло Но нифига не так То есть это, опять же, результат его выбора И последующих действий после этого выбора Кстати, об этом Если ты еще не читал мою книжку Позиции сверху Которая вышла уже довольно-таки давно, год назад Ты можешь прочитать в этой книге Если ты еще не читал ее Значит, есть Озон Озон.ру Есть еще какие-то интернет-магазины Где ты можешь ее заказать или скачать Либо ты можешь написать Под этим видео по ссылке мне И я тебе вышлю либо электронную версию Либо бумажную версию со своей личной подписью То есть ты можешь эту книжку получить Если ты еще не читал, то обязательно прочитай Там очень много крутых вещей, не только про женщин То же самое, кстати, с женщинами, раз уж мы говорили То есть мы можем видеть какого-то мужика С какой-нибудь очень красивой девушкой Видеть, как она к нему относится Она идет там рядом с ним, гладит его по плечу То есть или там, не знаю, заботится о нем Наливает ему чай, там что-то еще И можно сказать, вот повезло же мужику У него там такая классная, красивая, отзывчивая, заботливая Нежная, женственная, бла-бла-бла женщина То есть опять же Это последствия его собственного выбора И соответственно в дальнейшем после выбора Идут какие-то действия То есть он когда-то решил для себя Что он хочет самую лучшую женщину То есть, как известно Самые лучшие женщины, они достаются самым лучшим мужчинам То есть он вкладывался в себя То есть он развивался по всем фронтам Он становился лучше и лучше и лучше То есть он делал себя самым лучшим мужиком Естественно, что к таким начинают притягиваться Либо давать доступ к себе какие-то самые лучшие женщины Плюс он не засал, он подошел, познакомился Он сделал какие-то усилия для того, чтобы очаровать ее, завоевать ее Не знаю, влюбить в себя, соблазнить и так далее То есть это опять же действие этого мужчины после выбора А ну ни в коем случае не то, что ему с неба просто вселенная Это как говорят, так вот, чувак, мне нравится У него лысина прикольная И это Да, мне нравится форма его уха То есть он очень интересный, скорее всего Пусть у него будет вот такая вот мадам Следующее, следующее второе Что такое везение? Везение это результат упорного труда То есть, ну, об этом я уже сказал То, что ты трудишься, трудишься, стараешься, стараешься, стараешься И в конце концов, как мне когда-то говорил мой лучший друг Саша Когда у меня что-то не получалось Он говорит, Вов, будет такой день или месяц, когда ты заработаешь денег Столько, сколько ты не зарабатывал за год И у меня такое было несколько раз в жизни То есть я эти слова подтвердил на своей практике Ну и третье, что такое везение? Везение, везение это результат твоего мышления То есть везение это штука, которая очень сильно зависит от мышления То есть если у тебя есть какие-то непроработанные страхи Непроработанные комплексы Негативные программы, связанные с какими-то там С деньгами, с успехом, с работой С чем-то еще, с принятием чего-то хорошего от жизни, от вселенной То есть пока ты это не проработаешь Рассчитывать на то, что тебе повезет Соответственно ты получишь какой-то адекватный результат своей деятельности Ну вряд ли стоит Поэтому очень важно здесь положительное мышление Очень важно менять свои установки Очень важно как-то настраивать себя на правильное русло То есть а это работа, это большая работа И когда-нибудь, может быть там в ближайшем будущем Я проведу вебинар, обязательно ты об этом узнаешь На тему, как перестроить свое мышление То есть там будут какие-то практические задания Но будь готов к тому, что придется работать Итак, вот какие-то такие вот мысли пришли в голову Решил с тобой поделиться Подписывайся на мой канал, если еще не подписан Скачивай или покупай книжку Позиция сверху То есть все необходимые ссылки внизу Нажимай на колокольчик, чтобы смотреть мои видео Тогда, когда они выходят Не пропускать их Это был Шамшурин В комментариях пиши, пожалуйста На какие темы С тем бы ты хотел, чтобы я снял видео Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok